Девушки отдыхают Сторм Вай Это верный ответ Может так и розыгрыши проводить Все интереснее, чем банальный рандом Первый угадавший получает приз Ну вот давайте попробуем в этом же ролике И сразу же поборота за хороший приз Камеру ИИ 4К Камера только после тестов Больше она не использовалась Задание ближе к концу первой половины ролика Смешанное с сюжетом Осталось чуть больше недели До вероятного анонса Z390 Информацию о котором Intel благополучно слили Быть может что-то и узнаем О восьмиядерных процессорах Сейчас у всех представителей Intel спрашиваем Когда же наконец появится Официальная информация И ждем, что кто-то проболтается И интересен тут не сам факт процессоров Как будто мы восьмиядерников от Intel не видели Конечно же я не спорю Что это первый восьмиядерник от Intel На массовой платформе Но важнее цена С ценами у продукции на базе технологий Intel Маленький хаос И если на секунду сделать допущение Что восьмиядерники будут по той же цене Ну или несущественно дороже на 10-15 баксов Что конечно маловероятно То как будут реагировать AMD? Ну снижением цены скорее всего Пока А чего они там придумают Во втором поколении Zen? Большой вопрос И вот люди вполне серьезно Сейчас уже говорят, что надо будет Переходить на 12 ядер Но мне кажется, что такая вот гонка Ядерная гонка Ни к чему хорошему не приведет На рынке полно Pentium i3, Ryzen 3, FX И недавно я узнал от представителя AMD Что Россия долгое время удерживает Абсолютное лидерство по продажам процессоров FX До сих пор И не только у нас в стране Много младших процессоров продается Так что о чем тут говорить? Если иметь ввиду игры То игроделы будут всегда работать С оглядкой на эту кучу бюджетных процессоров Чтобы не терять рынок И вот, к слову, у PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro Осталось 3 года Поговаривают, благодаря учащикам из стана программистов Что пятая версия консоли будет на Ryzen Но, скорее всего, это будет не Ryzen А какой-то эксклюзив на архитектуре Zen Вернее, Zen 3 Так как планировался Zen 3 к 2020 году А PlayStation 5 пока вот по догадкам Сместили к 2021 году Но интереснее, какая там будет графическая система Что смогут консольные игры следующего поколения? Популярное мнение, что именно консоли тормозят развитие игр Особенно кроссплатформенных А эксклюзивов на ПК почти нет Но более глубокое говыряние в этом вопросе Позволит увидеть, что индустрии не очень-то и нужно делать для вас что-то монументальное и революционное Не будь консолей, точно так же выходили бы почти одинаковые в графическом плане ассасины И чем тупее игра, тем лучше Сознание потребителя лучше не нагружать, а оставлять пустым А накопители способными к немедленному приему новых игр Проблемы для бизнеса не нужны никому Покупают и хорошо Поэтому будет в вашем компе 12, 10, 8 или 6 ядерный процессор Играм еще долго будет все равно Была бы видеокарта хорошей И тут для скептиков я напоминаю про свой эксперимент с количеством ядер В тот момент, когда вы наблюдали кавычки на экране Я смешал нашу реальность со слегка измененной цитатой Из какой книги вам и нужно угадать Скажу лишь, что автор строк Выдуманный персонаж загаданного романа Который по своей сути искусственный интеллект Первый правильно написавший в комментариях ответ получит и 4К Вернее, неправильно написавший ответ, отдавший правильный ответ Ну, я продолжу Раз мы коснулись PlayStation 5 То ее исполнение как классической консоли уже не выглядит однозначным Sony хотят иначе взглянуть на жизненный цикл И не хотят больше думать о своей консоли и о сети, как о разных вещах Что бы это могло значить, можно лишь гадать Как вариант, программно-аппаратный комплекс для трансляции игр из облака Типа GeForce Now и подобных Теперь небольшой репортаж В данный момент Илья находится в Нью-Йорке На большой презентации новой продукции Acer Меня в этот раз на Acer решили не приглашать Ну и хорошо Илья уже прислал мне все то, что он снимал И сейчас посмотрим Я только напомню, что подбирая комплектующие Нужно всегда помнить, что есть масса аналогов И не пропустить эти самые аналоги Тоже поможет Екаталог Екаталог это не просто список товаров и магазинов Это сервис по подбору с удобным интерфейсом Например, отобрал товары и сразу включился удобный переход между выбранными Не знаешь, что выбрать, переходи к сравнительной таблице Ссылки на Екаталог в описании Пока Илья добирался до самой презентации Удалось в кулуарах выяснить, что те самые экспонаты Как я их тогда назвал 21-дюймовые ноутбуки Predator С ценой 700 тысяч рублей Acer все же сумела продать в России Все 15 штук Ну и из 300 выпущенных 15 это столько выделили на Россию И вот Orion 9000 тоже продается Хотя у компьютера куча минусов И компоненты, из которых он собран отнюдь не самые дорогие Но пользователь получает готовое решение От известной фирмы С официальной гарантией на весь девайс И с известной производительностью Хотя компьютер с той же мощью Можно было бы собрать и дешевле И вот Acer представила еще два Ориона 5000 и 3000 Они с более компактными корпусами Классом начинки попроще И вот о новых компьютерах мы решили поговорить С инженером компании Приложившему руку к их разработке Вы разрабатываете дизайн для материнских плат Когда производите ноутбуки И в компьютерах Orion у вас материнские платы Собственной разработки Это так? Насколько они близки к референсному дизайну От Intel или AMD? И в чем разница между вашей кастомной материнской платой И платами от Asus, MSI, Gigabyte, Asrock? С моей точки зрения Главное отличие материнских плат Acer Это решительно иной подход к охлаждению Другие материалы Другие более надежные дроссели В системе питания процессора Так мы можем обеспечить лучшие температурные показатели Плюс мы контролируем воздушные потоки И конечно, наш дизайн материнской платы Очень близок к референсному дизайну материнской платы от Intel Скажу прямо Компьютеры Orion нельзя назвать самыми дешевыми на рынке Но вы используете дешевые модули оперативной памяти от Kingston Samsung, конечно, несколько дороже Но гораздо лучше гонится А у вас же такие довольно дешевые модули оперативной памяти Во в целом недешевом компьютере Мы используем зеленые модули памяти Из-за ограничений, которые мы имеем на нынешних материнских платах Когда выйдут следующие поколения Orion Мы будем оснащать их памятью с RGB-подсветкой И разгонным потенциалом Сейчас на наших материнских платах нельзя разгонять память Разгон возможен только для процессора Так что и смысла ставить другую память нет Ясно А что с блоками питания в компьютерах Orion? На первый взгляд они очень похожи на дешевые IM-ные блоки питания Которые можно оптом купить на различных заводах Можете раскрыть тайну? Кто производитель этих блоков питания? Или чей это дизайн хотя бы? Суперфлауэр, CVT, FSP, Seasonic Но главный вопрос, конечно, к надежности Внешний вид говорит не в их пользу Но вы же проводили какие-то внутренние тесты Насколько они надежны? Вот эту информацию я вам не могу сообщить Потому что это, вероятно, наш секрет Не могу сказать, кто поставщик блоков питания вам, парни Так за что же мы платим, покупая компьютер Orion? Мы фокусируемся на качестве охлаждения У нас большая команда работает именно над созданием качественной системы охлаждения В Orion 5000 у нас два фронтальных вентилятора с подсветкой Воздушный поток разделяется на три Один под кожух блока питания Один к видеокарте и компонентам, размещенным по центру И один к процессору И какой вариант лучше? У вас ведь есть Orion 5000 из системы жидкостного охлаждения и с воздушным кулером Воздушный вариант А компоненты Orion 3000 и Nitro одинаковые? Я обратил внимание, что эти компьютеры очень похожи Они абсолютно разные Вы так много говорите об охлаждении А какой термоинтерфейс вы используете? Термопасту, среднюю по качеству Все-таки, зачем покупать компьютеры Orion? У нас классная отстегивающаяся панель спереди Нажимаешь на кнопку и можно избавиться от пыли Это настоящий металл И держатели для игровой гарнитуры с двух сторон А еще мы должны проходить сертификацию На уровень электромагнитного излучения Для продаж по всему миру И у нас, хоть и прозрачная дверка Польнее специальная сетка Корпус хорошо экранирован для защиты геймера От электромагнитного излучения Вы все еще играете без комплекта Радиохимической и биологической защиты И без свинцового фартука Тогда мы идем к вам, с Orion Электромагнитное излучение, конечно же, это не миф Но если оно вас напрягает Покупка Orion не поможет Надо еще и со стола монитор убрать К слову, про новые компьютеры Predator Orion 5000 появится в Европе В продаже в июне по цене от 1700 евро В Северной Америке в июле по цене от 1500 долларов Процессор там вплоть до 8700K Видео до 21080Ti в SLI Predator Orion 3000 дешевле Поэтому продаваться начнет уже осенью С ценами от 1300 евро для Европы И 1000 долларов для Штатов Вариант побюджетнее компьютеры Nitro Или пусть будет лучше Nitro Очень похожие на Orion 3000 Acer Nitro N50 появится в продаже летом За 1000 евро и 800 долларов Для разных регионов Тут видюха до 1070 и проц до 8700K Но это максимум А цены указаны за минимум Из интересного еще показали компьютеры Predator X На базе Xeon Новые ноутбуки, включая белую версию Helios 300 с дисплеем 144 Гц Сейчас в моде белый цвет И некоторые, даже не девочки А вполне себе парни с густой щетиной Писаются от восторга, видя белый цвет корпуса Материнки и так далее К нему же белую гарнитуру и мышку можно приложить Вообще, периферию у Acer становится только больше Клавиатуры, механические рюкзаки И вот геймерское кресло появилось Чтобы вы не подумали, раз презентуют Значит, что-то там в Китае посчитали И вышло у них, что покупать будут Особенно если белое, наверное И вот из всего такого сомнительной важности Acer показали геймерскую коробку Для перевозки вашего ПК-железа Или чего там угодно Из материалов, соответствующих военным стандартам Может это специально для тех ситуаций Когда ноутбук приходится сдавать в багаж В самолете и надо, чтобы его не поубивали добрые грузчики Ну да ладно Я ждал шестиядерников в ноутбуках И мое любопытство удовлетворено Гелиус с шестиядерным i9-8950HK GTX 1070 на борту Дисплей 4K 144 Гц И, конечно же, жирный блок питания Других для такого рода ноутбуков просто не бывает Тут возможен и разгон процессора Очень хотелось бы посмотреть, как справляется система охлаждения С таким издевательством Ну, наверное, никак Но Илья почему-то не попробовал Жаль И вот что было бы еще интересно Так это потребительская версия StarVR Но ее до сих пор нет Или, быть может, на этом мероприятии решили не демонстрировать Но похвастались, что в Дубае открыли VR-парк, оснащенный StarVR А для пользователей у Acer остается свой вариант шлема Microsoft Mixed Reality И хромбуки На мой взгляд, вещь совершенно бесполезная Но в Америке они неплохо продаются Кто их покупает, мы решили спросить у Джокера Единственного нашего знакомого Из местных на всем этом мероприятии Среди моих знакомых в России нет ни одного человека, кто бы купил себе хромбук Но не особо они у нас популярны Может, в США все по-другому? Хотелось бы понять, вы что, правда покупаете хромбуки? Так-то да, я не вижу такого, чтобы хромбуки были каким-то массовым продуктом для рядовых домашних пользователей Но я вижу, вот многие дети используют хромбуки Может, родители или бабушки с дедушками им купили По ошибке, конечно Они же не понимают, что это не компьютер с Windows И из-за Chrome OS будет куча ограничений Ну а наиболее массово, наверное, они все же в образовании используются В школах учащимся просто выдают хромбуки в начале учебного года И в старшей школе тоже Чтобы учащиеся и учителя были на связи Там даже на презентации вот мужик из сферы образования вышел на сцену И рассказывал, как им нравятся хромбуки Acer Там Google Drive есть, расписание, таблица, текстовый редактор И благодаря этому сфера образования главный заказчик хромбуков здесь, в Штатах Но вот среди моих знакомых не знаю никого, кто бы купил себе хромбук и пользовался бы им Новые хромбуки Acer оснащены працами Intel вплоть до i5 восьмого поколения Ну, вряд ли на него можно будет Вернее как, не предполагается то, что на него будет установлена винда И куда хромбуку столько мощи в этом случае, ну, остается только догадываться Но они его сделали С рынка планшетов на Android Acer спрыгнули, но выпускают хромбук ТАП-10, планшет на Chrome OS Нам с вами он опять же ни к чему А еще трансформеры на винде с отстегивающейся клавиатурой И еще очень хотелось разузнать у представителя Microsoft, что он имел в виду, когда говорил со сцены Что темпы роста Acer в гейминге в 7 раз выше, чем у второго конкурента после них И как получились такие интересные цифры И что имел в виду представитель Intel, когда оценивал игровой рынок в 2 миллиарда долларов Со слов спикера Microsoft, правдивым может выглядеть даже такой вариант Asus 1, Acer 2 и следующий после Acer безнадежно отстал Но темпы роста могут рассчитываться ой, как по-разному В общем, когда Илья пытался договориться об интервью, ему отказали Несмотря на то, что он бороду отрастил Пишите, мол, в пиар-отдел, там вам подскажут что-нибудь Ну, на этом предлагаю закончить Если что-то забыли, расскажем позже Пока, друзья!